Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Жизнь представителей британской королевской семьи кажется для многих сказкой наяву. Роскошное поместье, возможность путешествовать по миру и никаких финансовых беспокойств. Пока для некоторых это всего лишь предел мечтаний для Виндзоров. Само собой разумеющаяся преференция. Тем не менее, самым привилегированным положением может похвастаться только одна особа – королева Елизавета II. Наша редакция решила выяснить, есть ли у монархи не рамки дозволенного и что будет, если ее величество нарушат закон. Привилегии королевы Елизаветы II. За преступлением всегда следует наказание, но не для главы британской семьи. В некотором роде ее величеству закон не писан. Так законодательство Великобритании оберегает королеву от каких-либо гражданских или уголовных сопроизводств. Отсюда следует, что если Елизавета II нарушит закон, то ей за это ничего не будет. Однако царствующая королева даже и не думает устраивать дебоши. Воспользовавшись данной юридической лазейкой, это также гарантируется в заявлении на официальном сайте королевской семьи. Ее величество очень тщательно следит за тем, чтобы все ее действия не выходили за рамки закона, говорится в сообщении. Монархия не освобождена от уплаты налогов. В соответствии с законом, ее величество не обязано платить налоги вообще. Правда, это не мешает Елизавете II выплачивать подходный налог, но исключительно на добровольческих началах, и делает она это с 92-го, пусть и по минимальной ставке. Примечательно, что ее отец Георг VI, напротив, требовал, чтобы монархи не выплачивали государству ровным счетом ничего. Она может путешествовать без паспорта и водить без лицензии. Невзирая на более 70-летний водительский стаж, у ее величества до сих пор нет водительских прав. К слову, она является единственным человеком в стране, которому разрешено водить без прав. Дело в том, что все права, согласно британскому законодательству, выдаются от имени Елизаветы II, потому какие-либо удостоверения от нее не требуются. Ее величество также является единственным человеком в мире, которому позволяется передвигаться по миру без паспорта. Иметь собственный банкомат. Машина для выдачи наличных денег стоит в подвальном помещении Букингемского дворца и обслуживается одним из самых уважаемых банков Великобритании. Как бы там ни было, королева Елизавета II помнит, что с большой силой приходит большая ответственность, поэтому она добровольно делает взносы и регулярно пользуется услугами личного водителя. А об умышленном преступлении со стороны Ее Величества не может быть речи, хоть и никакой ответственности за это она и не понесет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!